Дай почитать Популяризатор науки, писатель, решил ответить на вопрос, а правда ли это, что горе от ума? В одной из своих многочисленных книг он пытается установить закономерность и классифицировать странности и причуды выдающихся мыслителей, чьи идеи меняли ход истории, человеческую цивилизацию и науку. А ведь правда, что есть норма? Почему мы решили, что правильно делать, поступать так, а не иначе? А вдруг то, что мы привыкли считать нормой, ненормально? И наоборот. Может, именно в силу своих странностей и причуд великие люди и совершали научные открытия, и решали ранее казавшиеся невыполнимыми задачи? В книге «Горе от ума» есть пролог и эпилог, а также четыре главы. «Врач и ссылись сам, психиатры и психологи», где можно прочесть о Кандинском, Фрейде. Глава вторая «Странности ученых, естествоиспытатели» о Ньютоне, Лобачевском, Бутлерове, Кропоткине. Глава третья «На всякого мудреца, философы» о Диогене, Синопском, Бруно, Руссо, Шопенгауэре, Чадаеве, Ницше, Владимире Соловьёве. И четвёртая глава «Изощрение рассудка», например, о Тесле. «Человек рождён для великих свершений. Стихийное движение технической цивилизации так ослепляет и прельщает, что мы практически в добровольном упоении становимся планктоном». Баландин убеждает, что у человека должны быть ограниченные материальные и безграничные духовные потребности. Собственно, это одно из утверждений Диогена, любившего иногда, как мы знаем, при солнечном свете бегать по шумным улицам с зажжённым факелом и отвечать на вопрос, зачем он это делает, «ищу человека». Ведь суть личности отражают не внешние признаки, а внутренний мир человека. А крестьянский просветитель и первый философ на Руси в точном смысле слова Григорий Савичского рода писал «Не разум от книг, но книги от разума родились». На своей могиле он попросил выбить слова «Мир ловил меня, но не поймал». Да, разве возможно удержать личность, стремящуюся к подвигу самопознания и самосовершенствования?» Дорогие слушатели, очень много любопытного в книге Рудольфа Баландина «Горе от ума». До новых встреч! Дай почитать!